Доброго дня! Мы рады вас видеть в башкирский историко-культурный центр Тимясова. И я главный специалист этого центра. И к вашему вниманию сегодня я представлю мастер-класс по стрельбе из традиционного башкирского лука. Вы обратите внимание, у меня вот традиционный башкирский лук. В походном положении, чтобы заряжать этот лук, я вам покажу маленькую реконструкцию. То есть в вазе, который был найден в курганах куль-уба, там дается лучник, который натягивает вот таким образом тетиву. Вот у нас уже лук готов к стрельбе. Есть такой вопрос, когда же появился лук. Мы, лучники, предполагаем, что лук появился именно на период глобального потепления. До глобального потепления, вы все знаете, у нас был период, ледниковый период. Но почему-то лед начал таять, давить, ученые тоже не могут это объяснить. И вместо больших, громоздких, сильных животных, как мамонта, сапезы, тигры или зубры, появились маленькие, юркие звери. То есть животные это лиса, олень, другие. И охотиться, например, на лося или, скажем, на зайца тяжелым копьем, который когда-то охотились мамонтом, было невозможно. И поэтому неандертальцы придумали вот такое простейшее первое оружие человека, это лук. Во всех пещерах, то есть в многих пещерах, ученые обнаружили, археологи обнаружили именно рисунки древних лучников. То есть почему же лук появился и до сих пор служит до наших дней верой, то есть, извините, не верой, а служит людям. Потому что современные ученые доказали, когда человек стреляет из лука, у него работает 120 мышц. Сегодня я покажу некоторые приемы, как брать стрелу, каким образом, как пальцы должны работать. Вот я вас покажу, например, Европа, издавна они стреляют вот таким захватом. Вот, например, в кинофильмах, в любых рисунках, видно, например, как легендарный Робин Гуд, другие. И они берут стрелу вот двумя пальцами, четырьмя, тремя, пятерьмя и так и далее. То есть они стреляют, да. И когда, например, башкиры, башкиры, вообще не только башкиры, а в тюркском мире люди стреляли через кольцо, через кольцо. То есть посмотрите, когда мы тюрки, башкиры, но ведь конники. Вот посмотрите, когда, например, человек скачет на коне, и если у него работает вот этот европейский захват, то стрела будет прыгать, то есть не будет прицельной стрельбы. А кольцом, именно кольцо рассчитано на всадников. То есть я беру из колчана стрелу, с правой стороны вложу в лук, да ведь, и вот таким образом, используя вот это кольцо, прижимаю, прижимаю. Вот у меня не падает, и поэтому можно прямо на скачке, на скаку можно прицельно стрелять. И кто раньше носил вот такие кольцо, они имели статус учителя, то есть это уже статус, статус мастера. Он имел право обучать детей, обучать детей. И вот, например, сегодня очень много принято таких знаков, как дела говорят, во говорят, это лайк, да ведь. Раньше, например, когда брали воину в плен, если они узнали бы в этом человеке мастера, да, отрубали им большой палец. Вот когда мастера обычно встречались друг к другу, спрашивали, как дела, они показывали друг другу вот. В Англии, например, английские стрелки в шерверских лесах, они охотились на королевскую дичь. Поэтому, чтобы подобные, как Рубин Гуд, не охотились, да, ведь свободно, крестьянским пацанам, ребятам, мальчикам начали отрубать это пальцы. Вот, две пальцы. И они поднимались высоко в деревья, и королевским солдатам показывали, вот мои пальцы, поднимайся и отруби. И вот с этого, говорят, появился знак Виктория. Виктория. Победа. Победа. Когда человек берет лук, у него, я чувствую, что у меня гены пробуждаются, да, ведь. То есть, стрельба из лука, это нам идет от наших дедов, от наших прадедов. И башкирские воины себя золотыми буквами написали в истории России, как Северная Амура. А французы, именно французы нам дали вот такое боевое прозвище. То есть, это не какое-нибудь прозвище, а именно уважением. То есть, они называли нас Лес Амур из Дунор, то есть Северная Амура. Северная Амура. Спасибо за внимание.